Нагонная волна и сильные порывы ветра разрушили десятки домов. Домовладения, которые стоят возле моря, пострадали больше всего. Во многих до сих пор стоят вода и грязь. Губернатор побывал в пострадавших населённых пунктах и провёл по домовой осмотр. Узнал, какую помощь оказывают жителям, что делается для ликвидации последствий, вызванных сильными порывами ветра. Чтобы машины убрали из-под деревьев. Приблуждали, да? Приблуждали, да. Сейчас многие жители пострадавших посёлков и станиц находятся в пунктах временного пребывания. На сходе граждан губернатор объявил, что в районе уже работают комиссии, которые проведут подомовые обходы и оценят ущерб, который нанесла непогода. Комиссии в течение сегодняшнего и завтрашнего дня и послезавтра будут обходить каждое домовладение и оценивать ущерб. Мы сегодня предполагаем, сейчас оцениваем примерно масштаб бедствий, примерно на каждый дом, где была вода, где зашла вода, будет выделяться сумма 150 тысяч рублей. Предварительно, сразу. И 10 тысяч рублей, это будут деньги уже в течение двух дней, выделены каждому, кто на этот момент стихии прописан и жил в данном домовладении, где пришла беда и стихия. После Александр Ткачев провёл выездное совещание Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Продолжение следует...